я лили бри приветствую вас на своем канале и рассказываю о том как я путешествовал по германии после штральзунда мы направились швирин вот он швирин это центр города правильно понимаете нет рядом как наша красотка машина наша красотка лаура с небесно-машинка вы голубыми глазами и мы находимся швирине где последний раз я была лет тридцать назад я попытаюсь интуитивно найти те места где мы там где не работает интуиция всегда поможет будет и такой хорошей роли я мой обычно туристы начинают знакомство с любым новым городом из центра но мы с лаурой необычные туристы знакомство с достопримечательностями мы отложили на потом нам конечно не терпится увидеть знаменитый швиринский замок но замок стоит с 19 века как минимум и еще полдня подождет нас верно а мы первым делом отправились на окраину города где сохранилась атмосфера советского гдр где стоят панельные пятиэтажки в которых когда-то жили советские военнослужащие здесь 30 лет назад я 18-летняя студентка проводил свои каникулы рядом с родителями мой отец был офицер он служил западной группе войск и в этих домах жили семьи советских офицеров атмосфера там сохранилась такая же советская я бы сказала нет такого ощущения что это европа какая-то западная или восточная германия есть ощущение провинциального российского городка и на самом деле здесь живет очень много иммигрантов это мы приехали что думки последний раз я была около 30 лет назад на молодом неопытно возвышенно воздушно наивно доверчиво а сейчас и такая сейчас принципе не изменилось да стал чуть-чуть тяжелее темы так это вы не такая же воздушная и не одинокая в этом плане вот здесь жили советские офицеры как я уже говорила последний раз швирине мне довелось побывать 30 лет назад я была уверена что вернувшись туда я узнаю эти места смогу прогуляться по знакомым улочкам но не тут то было во первых я никак не могла найти дом в которую мы жили я просто его не помнила я отправляла видео своим родителям пытались мы найти какие-то ориентиры все было бесполезно они ничего не узнавали а я уже и подавно вот вам то ли девичья память то ли у меня уже старческая деменция начинается ну папе скажи вот подъезд вот дом который стоит отдельно вот второй подъезд если ты говоришь про улицу которая идет параллельно не тоже идти через арку там до улицы по ней ездит прошедшие 30 лет безжалостно стерли из моей памяти воспоминания о доме где жила я даже не могла вспомнить адрес дома офицеров где встречалась с друзьями и многие другие знаковые места все забыла а где находится дом офицеров вы знаете дом офицера на этот день у нас была запланирована крайне насыщенная программа мы должны были посмотреть дом где я когда-то жила потом съездить центр потом переехать другие города мы должны были спеть за день посмотреть несколько городов по факту оказалось что вместо пару часов ностальгирующих воспоминаний возле районов пятиэтажек мы провели там полдня но к слову познакомились с одним из местных жителей который как оказалось служил в те же годы что и мой папа он также был военнослужащий а после распада советского союза вывода советских войск он просто там остался с нашим случайным знакомым мы поговорили о тех благодатных советских временах о дружбе народов он объяснил нам как пройти к центру города где находится дом офицеров и мы очень довольны этой встречей распрощались поблагодарив его а он передал привет моему папе я никак не могла смириться с тем что мы не нашли наш дом терпеливая лаура дай бог ей здоровья все также безропотно и также ответственно продолжала возить меня по округе и мы пытались узнать все таки ту ту улицу тот дом тот район где прошла моя юность было очень обидно осознавать что я не могу достичь своей цели не могу найти этот дом но нужно было ехать дальше поэтому мы попрощались с окраинами швирина и направились к его центру нет тут что сдать это мы с тобой туда ходили предневековые улочки швирина это вот какой-то исторический деятель вот он красавец швиринский замок символ города старинной резиденции метленбургских герцогов замок расположен на месте древнеславянской крепости вот современный облик он приобрел в середине 19 века до этого говорят неоднократно горел швиринский замок расположен в историческом центре города на живописном острове который соединен мостами с городом и парком на момент как мы туда приехали к сожалению в замке был ремонт и сверху он тоже подвергался реставрации поэтому мы могли осмотреть его только снаружи но и этого было достаточно чтобы еще раз восхититься великолепнейшей архитектурой и шестью крыльями этого замка который мы обошли по кругу говорят в замке 600 комнат я все не видела не посещала но 30 лет назад я там была и соответственностью заявляют да внутри очень богато роскошно исторично незабываемо нам очень повезло день был солнечный со стороны города что-то старого так ну швиринский замок закрыт на реставрацию поэтому хотя может сюда можно зайти хотя было утренний двор люди вроде идут пошли покидим что-то что-то все занавешено все не круто еще на самом деле сегодня просто выходной день уже в 16 веке швирин называли северной флоренции из-за того что рядом с ним очень много озер даже писали что их тысячи но ученые доказали что их не тысячи а порядка 12 больших и малых на берегу самого большого швиринского озера стоит тот самый прекрасный замок который я вам уже показала я снова пыталась подбить лауру на то чтобы посмотреть на город с высоты смотровой площадки но на этот раз она категорически отказалась но мы не пойдем только с одним как бы у нас одно обстоятельство что мы не успеем тогда доехать другой город а ты посырил сколько километров проехать собственно говоря это центр города маленький а я даже помню этот торговый центр кстати самое яркое воспоминание связано с этим торговым центром это дикие распродажи где продавали просто за бесценок косметику о которой мы девушки могли только мечта девушки советского союза я имею ввиду для меня это было конечно очень яркое воспоминание а в этом здании находился дом офицеров куда приезжали известные звезды советской эстрады давать концерты устраивать чёсы зарабатывать дойче марки когда я шла по безымянным для меня и практически незнакомым улицам этого города где я была очень давно и была очень счастлива я думала о том что можно не знать название можно не узнать дом в котором ты жил но та атмосфера который дарил тебе счастье она витает в воздухе и вернувшись в этот город я снова почувствовал себя счастливой в этом году очень долго вот вот вот